Здравствуйте! В космического масштаба тему состояния российских автомобильных дорог хочется внести и свою скромную лепту. Тем более и повод есть. В марте этого года вступили в силу поправки в кодекс об административных правонарушениях, где предусмотрено ужесточение мер нерадивым работникам дорожных служб. Не от заубитой дороги и раньше наказывали, но теперь по замыслу законодателей дорожники будут кровно заинтересованы в устранении всех проблем. Ну вот очень хочется в это верить. Россия страна большая. Общая протяженность автодорог составляет чуть менее полутора миллионов километров. Просто отороп берет от такой цифры. А вот по рейтингу качества дорожного покрытия, составленного Всемирным экономическим форумом, наша страна занимает 123 строчку. Это по параметрам близко к таким африканским странам, как Бенин, Нигерия и Сьерра-Леоне. Приехали, как говорится. Еще нюанс. Наши автотрассы в среднем служат 10-12 лет. А в Швеции, например, 40, а в Италии и вовсе 80 лет. Понятное дело, что от качества дорог напрямую зависит уровень аварийности. И здесь ситуация, мягко говоря, далека от идеала. В прошедшем году уровень аварийности из-за низкого качества дорог вырос по сравнению с 2015 годом на 13%. В авариях пострадало свыше 90 тысяч человек, а погибло 7 845 человек. Это уже не шутка. Причем аварийность высока и в мегаполисах, и в маленьких городках. Дороги, конечно, ремонтируют. На этот год на эти цели федеральный бюджет выделит 494 миллиарда рублей. Из них 115 миллиардов пойдет на строительство новых дорог. А регионы в виде субсидий получат еще 120 миллиардов. Это к своим собственным. Как видите, деньги на дороге есть. Деньги есть, а дорог нет. Парадокс получается. С чего бы это? Аудиторы счетной палаты РФ, проводившие анализ эффективности использования дорожных денег, считают, что во многом виноваты местные региональные власти, не умеющие толком распоряжаться дорожными фондами. Есть случаи, когда дорожные фонды используются всего на 80, то на 60%. Такое впечатление, что дорожные чиновники считают, что у нас тут Италия, где дороги стоят чуть ли не век. Сейчас, по мнению специалистов, ситуация будет меняться в сторону ужесточения ответственности властей на местах за состояние дорог. Давно уже пора. Ну, а пока будьте внимательны за рулем и от винта.